всех приветствую дамы и господа сегодня у меня такой ролик как бы разговорные про фракции будет несколько тем что вообще это стоит ли идти сейчас во фракцию то есть как именно самому устраиваться либо собеседованиями нравится и стоит вообще идти на должность лидера фракции начнем наверно стоит ли идти вообще во фракцию если вы игрок который знает rp термины и так далее то есть уставы не устал и то вам по-любому даже если вам будет проводить собеседование либо вы сами будете устраиваться то вам по-любому придется пройти путь от получает стажера до сержанта поэтому либо вас примут либо вы сами устроитесь тут а один путь 5000 опыта 5000 опыта заработать это 8-10 часов непрерывной работы это получается таскать ящики и чинить машину это именно про ппс я говорю то есть нахожусь ппс это что по поводу идти во фракцию сами думаете нужно вам или то не нужно если вы опять же говорю не знаете ни устава не термина даже все такое рп и так далее то даже не стоит вам идти потому что как только вы получите 100 процентов опыта вам нужно будет каждый лидер будет вам говорить вам нужно сдать аттестацию аттестация это знание устава знание уголовного кодекса знание укрф уголовного кодекса российской федерации и знание копа пока вы все это не сдадите и плюс еще может быть таким нужно вам будет мпшки сделать то есть типа как вы будете задерживать человека и тому подобное и 90 процентов людей этого не знают поэтому стоит идти и думаю нет и стоит тех кто знает кто шарит в этом да можете идти опять же но вам придется качать опыт этот потом стоит ли идти на роль лидера скажу примеру своего я лидер получается ппс горка то боже упаси не идите даже не пытайтесь начиная с лагов в дежурной части то есть ты выходишь на улицу тебя все провисает у меня комп мощный очень мощный и даже это не спасает меня то есть я выхожу на улицу у меня вот такие вот прорисовки которые вообще не вида вот и заезжая москву есть нормально да все как только я выхожу с ппс горка сразу мне карты пропадают я вижу воду под собой я не вижу здание ничего не вижу то есть это один фактор того чтобы не идти именно на лидеры ппс горка также и дпс и будет это везде также и мэрии теперь начнем функционально то есть зачем вообще нужно сейчас генерал хороший вопрос я мне кажется генерал вообще не нужен здесь теперь потому что они сделали свои обновы то что стажеры самый прибыл прибывают по фракцию то есть по примеру своему я захожу а мне делать нечего весь мой состав меня было 27 человек то вот что осталось из моего состава видите они все повонялись потому что делать нечего стажерами следить у них нерв не хватает как и у меня нет хватает так и у остальных начальнику в это вообще он сказал боже упаси я даже не хочу этим заниматься и он уволился то есть все они фрацию убили тем самым что вообще делаю я тоже я захожу хочу сделать собеседование допустим допишу то есть мегафон то есть и по отправляю отправить собеседование жду жду в итоге никто не приходит почему потому что зачем им приходить ходить собеседование если они могут сами устроиться и также прокачаться потому что сейчас если ты проходит собеседование то ты по-любому будет также настоять на должности стажера и тебе этот путь нужно пройти а это тире опять же подарюсь 8-10 часов игры непрерывной выполняя задачи вот он живой пример смотрите то есть вы сержант подходите нажимаете alt у вас доступно это получается проверка рабочих машин 16 опыта и разузка транспорта но выше по-любому будете брать и где больше опыта на эту сберу ее идем вниз сок вам это времени очень занимает все это сделать подходите к лейтенанту читаете все понял понял идем и поехали здесь берем и тащим вот туда опять зданием пропала на здание найти и погнали 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 то сюда прибежали еще четыре штуки закончили то есть и убежим опять к лейтенанту бежим и заканчивал то есть мы получаете 22 теперь 44 с прим кай просто у меня прим к поэтому и считаете получается 22 умножаете на сколько чтобы вам нужно звание 5000 заработать вот и считаете собой получается вам этот уже засекали тем более 8-10 часов то есть дальше хочу и привести мероприятие да то есть я строю стажеров своего свой состав то есть заказываю выдачу администрации нас тп хоть другой мир мы выдаем спины и начинается балдеж просто балдеж понимаете стажеры бегает сами по себе и вообще по барабану что происходит они стажеры будем сказать они будут они не будут им по барабану ты начинаешь успокаивать тебя шлют на три буквы то есть ты увольняешь 1 2 3 4 5 тем самым состав тебя уменьшается 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 поэтому опять же мероприятие делать нереально собеседуем делать нереально объяснить стажеру что как делать тоже нереально потому что бывают такие стажер то что они ну а не вообще вот постучал и бесполезно все это то же самое поэтому зачем по сути нужно вообще генерал нахрен не нужно теперь они убили этой обновой просто просто рип маска царап фракции так и назову я ролик рип фракции поэтому почему все я клоню видос просто накипел мне самому то я сам уже ждут последние 8 дней чтобы я стоял на своем сроке и я уйду еще есть вариант да это стать на лидера получается мск именно там pps dps неважно куда именно мск а потому что здесь требования то есть от 15 лет проживания и 500 рейтинга не у всех есть такие требования и там более-менее может люди нормально будет становиться стоит вообще становиться на лидерку если вы хотите стать чисто для фарма зарплаты то до 100 и думаю то папа кашу там отчеты о собеседовании не нужно делать сделал отчет этом пару мероприятий и все о тебе отчеты есть а так стоит в своем составе получается и фарме зарплату если вы хотите именно чтобы для какой-то рпшки вы не сможете сделать это все все фракции так еле-еле жили а теперь они вообще не будет жить то есть на лидера идти нет я не советовал бы особенно ппс ой ппс извиняюсь особенно в горка как дпс так и ппс так и мэри там просто рассинхрон растефон точнее этот лаги пролаги на зависание завито и тому подобное это просто жесть вот ведь по маски кота по маска катаюсь я все спокойно ничего не будут права есть конечно это движок а вот именно прорисовка все хорошо то есть сейчас я заеду я вам даже составлю момент когда я заезжаю в горке и что происходит нас приехал я в горке смотрите пошел это я прям только заехал там проехал вот тут пресс он вон здание не вижу свое здание вообще не вижу смотрите дозор и они имеют право получается открывать двери флаг бомбардите шлагбаум открытый это сделаю стажера все провистание то есть это вот горки понимаете я вот не вижу здания сейчас мы зайдем у здания увидите что творится здание смотрите кабинет стройте закрытый кабинет ничего себе обычно тут двери все открыты и все двери открыты и понимаете то есть они отрыли по барабану вот отрытая дверь она вам надо тут бегать за ними закрывать дверь даже когда им говорить то что не закрывайте им по барабану по барабану поэтому думайте сами вон дверь открытая поэтому в том и думаем дальше то есть наличку становиться опять подруюсь не стоит во фракцию идти если только вы знаете р.п. все думаю на этом будем заканчивать я высказал свое мнение то есть думаю мое мнение многие поддержат и лидеры и так обычные игроки которые понимают в чем суть ставим лайки дизлайки пишем комментарии свое мнение и но и подписываться на канал